И на таком фоне еще и цены растут. Официальный прогноз инфляции в этом году уже пришлось повышать. Если в начале года власти рассчитывали на 7, ну максимум 9% роста цен, то уже осенью поняли, будет не меньше 12%. Ну а к новому году этот показатель может достигнуть и 14%. Причем, заметьте, это официальный показатель. В реальности все еще более болезненно. Особенно заметно дорожает бензин. На днях цены на топливо уже побили исторический рекорд, превысив 30 гривен за литр. А ведь от этой цены зависит и стоимость многих других товаров и услуг. Каждый из нас в виде ценники и в магазинах бывает, что некоторые продукты дорожают буквально изо дня в день. В чем причины? И что могут сделать политики, чтобы, ну если не остановить, то хотя бы замедлить рост цен? Будем обсуждать сегодня это очень подробно. Ну а начнем с материала Евгения Коваленко. На эти цифры водители стараются не смотреть и нервно пересчитывают деньги. На нынешней неделе цены на бензин установили очередной рекорд. Популярный А95 по 30 гривен за литр. В целом, с начала осени топливо подорожало на 3,5 гривны. Водители экономят как могут. Кто-то стал меньше ездить, кто-то перешел на более дешевый бензин или вообще пересел на общественный транспорт. Очень дорого. Заправляюсь на 240 гривен. Нет больше денег. Думал на газ, но пока нет возможности перейти. Я газом заправляю. По словам экспертов, бензин в Украине дорожает из-за роста мировых цен на нефть и курса валюты. За последние 4 месяца нефть подросла порядка на 40-45%. Цены просто догоняют ее и все. За последний тиждень евро сдорожчал где-то на 80 копеек. Доллар уже больше, чем на 40 копеек. И для нас, как для краины-импортера, это критично. Потому что 80% пального мы завозим за кордон. Поднимется ли бензин выше 30? Пока вопрос. В крупных заправочных компаниях дальнейшее подражание не исключают. Поэтому многие водители уже ищут альтернативу. Из-за резкого скачка цен на бензин водители массово начали переходить на автогаз. Только на этом сервисе за последних несколько недель таких клиентов стало на треть больше. И спрос на такую услугу растет. Ведь это намного дешевле. Больше, чем в два раза дешевле, чем бензин. Поэтому экономия может и 50% достигать. Перейти на газ для украинцев все равно полумера. Подражание бензина ударит даже по тем, у кого нет машины. Ведь цена на топливо и валютный курс в основе ценообразования всех групп товаров. Падает гривна и дорожает бензин. Меняются ценники в магазинах. В этом году больше всего подорожал национальный продукт сало. По данным государственной статистики, цена на него выросла почти в два раза. Также в лидерах по подражанию свинина, говядина и курятина. Это мясной павильон столичного рынка Днепр на Борщеговке. Сейчас недорого. 70 гривен ребро. 120 такая мякоть и 130 такая мякоть. Мякоть самая, самая кращая. Есть еще такая элитная стала. И на Ральске, но 150 гривен. Сюда съезжаются покупатели почти со всего Киева. Ведь это один из самых дешевых базаров. Впрочем, даже здесь продукты многим не по карману. Вот посмотрите, что у меня есть в кошельку на сегодняшний день. Одни копеечки. Бабушка, мне даже стыдно с вас брать гроши. Возьмите, пожалуйста. Возьмите, ба, не треба. Возьмите, не треба. Хай вам будет добрый. Вот эта бабушка, кстати, очень часто приходит. Четыре, три гривни. Вот это пенсионеры. Виктор уже 15 лет в этом бизнесе. Покупает мясо у селян. Не раз думал закрывать дело, потому что невыгодно. Бензин, солярка, то есть все, газ, подорожье. Это уже не бизнес, это уже перешло на так, для питомки штанев. Очень много из импортного мяса завозится. И поэтому получается, что конкурировать с мясом, с тем, какое оно по качеству хуже, но люди бедные. Продавцы жалуются, покупать стали гораздо меньше. Ну, пять кусочек. А цей кусочек, да? Да нет, это великое. Половина? Да, как он. Найчастейше берутся, это что дешевше. Найкраще мясо сейчас лежит. Продавцы переписывают ценники по нескольку раз в месяц. А супермаркеты заманивают покупателей скидками. Акционные предложения на каждом углу. Но цены на продукты растут гораздо быстрее, чем пенсии и зарплаты. За год потребительская корзина украинца подорожала более чем на 15%. По стремительному росту цен Украина уже лидирует среди европейских стран. 5% инфляционных, которые мы можем получить в следующем году совершенно легко за счет курсовой девальвации гривны, за счет проседания курса гривны, добавьте туда 2,5%, которые Украина может получить только за счет увеличения цены на продукты питания. И вы уже получите 7,5%. А ведь это же не все, что там есть. Чтобы абстрактные проценты инфляции перевести в более понятные величины, эксперты придумали индексы. В мире всем известный индекс бургера. Украинскому сердцу ближе индекс борща. Или вот актуальный перед Новым годом индекс Оливье. В этом году салат обойдется дороже на 26 гривен. Если вы готовите как раз постный борщ, то он подорожал 22-24%. Индекс Оливье вырос на 26%. Поэтому вот как раз Оливье, наверное, более доступна сейчас по росту цен, чем борщ. Единственное, что подешевело, это гречка. Ее цена упала почти на четверть. И ближайшие полгода подниматься не будет. Так же, как и на остальные крупы. А вот кашу маслом теперь точно не испортишь. Ведь как раз молочка с Нового года подорожает. А еще яйца, хлеб, овощи и мясо. Однако незначительно, говорят эксперты. Ведь украинские цены и так уже достигли потолка. Евгения Коваленко, Ирина Баглай, Василий Миновщиков, Наталья Неделько. Подробности недели телеканал Интер.